книга открытым оком тема суды том 30 вопрос 4080 говорят что в последнем слое можно говорить что хочешь и сколько хочешь значит можно будет сказать и о боге и о последнем времени отвечает Игнатий Тихонович Лапкин говорить нужно по делу своему по обвинению меня лишили последнего слова и полностью меня лишили последнего слова полностью и отняли защитника еще в стадии расследования обидно было но я помолился и господь мой так все развел что я все еще живой и это последнее слово потом опубликовал на большую территорию и остались хорошие отношения и с судьей макарова и с органами кгб и полковник никулин юм оттуда и судья и другие мои не мои гонители приобрели потом мои книги и я за них тогда и ныне молюсь следователь потом принял крещение с полным погружением начальник тюрьмы умер по-христиански мы же не видим всю картину что бог назначил нам а видим только от картины размером во вселенную одно стеклышко мозаики и пытаемся решать что верно что ошибочно моей биографии послушав нынешних патриотов все обрати на христианскую сторону кавычки открываются уважаемый суд в зале судебного заседания много со стороны обвинения говорилось об амурском отделе ср н как экскремистской организации а я бы хотел в своем последнем слове сделать акцент на том что в реально действует настоящее экскремистское сообщество и называется она партия единая россия возглавляет данное преступное сообщество экс-президент россии путин вв именно в его правление единая россия стала инициатором и идейным вдохновителем 122 закона сведением которого десятки миллионов ветеранов войны и труда резко снизили свой жизненный уровень многие не выдержав издевательств со стороны власти отошли в мир иной достаточно побыть на кладбище 17 километра год города благовещенска чтобы понять на россию обрушился повальный мор имя ему геноцид русского и иных коренных народов населяющих испокон веков необъятные просторы россии население россии сокращается со скоростью 3 миллиона человек в год данные роскомстата за февраль 2007 года страна вот уже около 20 лет пребывает в режиме смутного времени за короткий отрезок времени людишки бывшие в стране советов на шестых ролях и подхватах вдруг к изумлению всего мира превратились в миллионеров и миллиардеров состояние которых превышает состояние капиталистов чьи предки в течение многих столетий накапливали свои богатства российские акулы бизнеса не имеют никакого понятия о национальных интересах державы лишенные нравственных понятий без зазрения совести разграбили и обманули 145 миллионные российский народ до основания разрушена индустрия и промышленность испытавшая на себе мощный удар приватизации громадный внутренний долг который новоявленное государство не торопится признавать ставка только на те отрасли народного хозяйства которые без особых затрат и капиталовложений могут приносить аферистам огромный барыш за какое-то десятилетие россия быстро превратилась в сырьевой придаток развитых капиталистических стран нефть газ лес необработанное сырье электроэнергия вот те столпы на которых покоится наша российская экономика триллионы рублей стабилизационного фонда размещенные в акциях крупнейших корпораций мира и в иностранных банках под смехотворный процент с успехом работают на поддержание высоко же высокого жизненного уровня золотого миллиарда привязывание рубля к доллару и евро привело к плачевным последствиям средняя зарплата работников бюджетная сфера в россии равна 250 300 долларов сша в то же время цены на потребительские товары первой необходимости на внутреннем рынке сравнялись с ценами мелькающими на витринах развитых капиталистических стран и как надсмешка над придавленным населением россии прозвучало заявление министра топлива и энергетики о том что цены на автозаправочных станциях на топливо в россии выше на 25 процентов цен которые имеет американский потребитель сша и это при том что средняя заработная плата работников странах большой семерки колеблется от двух тысяч до пяти тысяч долларов сша в месяц и кто после этого должен сидеть на скамье подсудимых ответ очевиден тогда уважаемый суд я позволю себе задать риторический вопрос а за что вы меня судите за какое действие предусмотренное статьей 282 уголовного кодекса российской федерации еще раз напомню юридическую формулировку этой статьи действия направленные на возбуждение вражды а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности отношения к религии совершенные публично с использованием средств массовой информации совершенные организованной группой согласно букве и духу закона меня можно судить и должно судить за конкретные доказанные действия меня же судят за слово мысль настроение оценки которые содержатся в моем выступлении на митинге 28 января 2006 года и данном интервью телекомпании альфа канал судят грубо и нагло попирая тем самым конституцию российской федерации гарантирующую каждому гражданину россии значит и мне в том числе свободу мысли и слова цитата никто не может быть принужден к вырождению своих мнений и убеждений или отказывать них гарантирует нам наша родная конституция но как иначе должен назвать выставленная против меня обвинительное заключение прокуратуры как не стремление силой с помощью милиции фсб тюрьмы и суда принудить заставить меня отказаться от своих глядов мыслей и убеждений обретает масловый характер привлечения людей к ответственности по 282 статье уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни которая уже получила название русской статьи и в по ней обвиняются исключительно русские рост национального самосознания государства образующего народа русских необходим для развития россии ее процветания для защиты жизненных интересов страны но для тех кто под информационным прикрытием реформ в кавычках организовал беспрецедентное перераспределение гигантских ресурсов россии вывод их из под контроля национального правительства передачу в частные руки и под контроль транснациональных корпораций рост национального самосознания русских представляет опасность так как может поставить под вопрос легитимность присвоенных ими огромных капиталов именно влияние приватизаторов в кавычках слова на власть считают причиной репрессии русских по 282 статье миллионы думающих граждан россии стране идет намеренное целенаправленное уничтожение национальной элиты такая политика делает возможным возрождение россии такая политика делает невозможным возрождение россии уничтожает перспективы ее развития ослабление патриотических сил подавления русского национального самосознания подрывает сплочение нашего народа делая россию беззащитное перед лицом растущего внешнего натиска замалчивать эту проблему становится все труднее она неотвратимо обнаруживает себя событиями подобными тем что имели место в кандабоге харагуни сальски во многих других местах от власти требуется доказательство того что она не заинтересована в таком развитии событий что она готова идти на диалог собственным народом что она готова решать эти проблемы такой ситуации усиление политических репрессий против русских может только спровоцировать дестабилизацию стране пора положить конец постыдным преследованиям русских патриотов печать национальных республик переполнена анти русскими а то и открыто русабо фобскими статьями однако ни один издатель журналист литератор публикующий подобные тексты к ответственности не привлечен не странно ли что прессингу подвергаются только русские общественные деятели и журналисты если они затрагивают проблемы всего народа почему так вопиюще открыто нарушается элементарные принципе национального равенства в российской федерации почему так горячо приветствуется национализм любых малых народов и де от и диаспор россии и подавляются любые публичные высказывания в защиту национальных интересов русского народа почему власти не заботятся а выдавливать почему власти не озаботятся выдавливанием русских из национальных республик российской федерации почему власть закрывает глаза на возмутительное вытеснение в этих субъектах федерации русских из административные сферы зачастую полнейшее вытеснение что уже нарушает всякую законность включая конституции страны и в недалеком будущем чревато активизации сепаратизма в этих регионах почему бездействует в этом отношении прокуратура почему наконец преобладающая часть сериевых природных ресурсов освоенных защищенных потом и кровью русского народа монополизирована в руках малочисленных эктических кланов представляющих диаспоры не насчитывающие ни одного процента нашего населения без открытого публичного обсуждения всех этих вопросов и без разрешения накопившихся проблем россия окажется в короткое время вернутой в хаос из уст правителя российской федерации и средств массовой информации в адрес русских льется поток грязной русофобии и призыв уничтожить русскую фашистскую гадину вспомним 1918 год именно таким призывом был организован красный террор унесшие жизни миллионов граждан россии сегодня этот террор обрел новую силу это привело к тому что в российской федерации юридически русские граждан нет в конституции рф нет в паспортах нет в свидетельствах о рождении нет таким образом русский народ правящими многоязычными чиновниками списан с истории государства как древние скифы или мамонты его место заняли безликие виртуальные в кавычках россияне оказавшись вне правовой защиты конституции рф и карательно репрессивных думских законов лидеры русского национального самозазнания подверглись жестокой травле и преследованию по статье 282 ук рф как метастазы раковой опухоли страну опутали криминальные этнические группировки и кланы терроризирующие русское население а в средствах массовой информации при этом обсуждается вопрос о запрете упоминания этнической принадлежности преступников в таком случае со стороны законодателей было бы честнее и порядочнее сослаться сразу и без всякого лукавства на знаменитый ленинский декрет от 25 июля 1918 года о борьбе против антисемитизма и объявив себя наследниками и продолжателями его дела цитата великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь а на смерть владимир вич ленин псс том 45 страница 214 с сожалением приходится констатировать что столь близорукая в кавычках национальная политика нынешних властей рф лишь загоняет болезнь вглубь скрывает и замалчивает этнические противоречия что чревато социальным взрывом и в конечном итоге гибелью российской государственности какой бы повод для судилища не был избран всем ясно что нас пытаются осудить за инакомыслия за обнародование неприглядных фактов современной российской политической действительности коррупции стержательства и протекционизма чиновников предательство национальных интересов русского народа со стороны части политической элиты фабрикация подобных дел носящих национальную окраску особенно опасно в многонациональном государстве это не способствует установлению гражданского и межнационального мира напротив ведет к радикализации взглядов населения на проблемы социальных и национальных отношений так кто же тогда в самой россии устроил геноцид русского народа развязал против русского народа самую жесткую самую разрушительную самую беспощадную войну когда за один только год экономические потери в два с половиной раза превысили потери во всей великой отечественной войне это официальное заключение комиссии государственной думы расследовавший последствия приватизации в россии мы потеряли целые отрасли фундаментальные для промышленности и обороны страны металлургическую авиационную машиностроительную станкостроительную лишились оборонного щита страны и теперь россия не защищена ни с воздуха ни с суши от нищеты и беспросветности продолжают умирать миллионы русских да и чего ждать другого если 22 миллиона семей за чертой бедности и без того они богатые реальные денежные доходы населения сократились по сравнению с 1991 годом минимум наполовину русский народ лишили возможности и рожать и лечиться только за последние два года правления товарища путина в россии закрыли более двух тысяч и детских больниц поликлиник родильных домов что и дальше будем дурачить весь русский народ заставляя его поверить что в нищету голод и какой-то призрачный вентуальный международный терроризм они чубайс и гайдары правовичи фридман и кого на реально грабящий убивающий россию до какого же позора мы русские дожили до чего докатились у любого народа у самого ничтожного малого племени на планете есть кусок родной земли где каждый человек этого рода племени чувствует себя дома и только мы русские дожили до того что у нас нет более отеческой земли нет своего государства которая защищала бы и оберегала нас они оккупировавших русскую землю чужеродцев руссконенавистников грабители и убийца русского народа здесь на земле от наших славных предков нами руководят нечистые на руку люди которые имеют в кавычках счастье принадлежать проправительственной партии единая россия часть руководства области уже сидит в следственном изоляторе города благовещенска другие находятся на подписке о невыезде что происходит и кто нами управляет задаются вопросом амурчане а управляют нами ставленники экс-президента россии путина в его его верные сподвижники и единомышленники так кто после этого главный государственный преступник ответ на этот вопрос пусть каждый для себя выберет сам несмотря на грозные заявления федеральных властей о бескомпромиссной борьбе с коррупцией ни один чиновник федерального регионального или местного уровня не получил реальный срок лишения свободы все отделались условными сроками за наворованные в государство сотни миллионов американских долларов экс-министр адамов получает пять лет условно за высказанную позицию и мнение государственный обвинитель по нашему делу просит для терехова и ф четыре года шесть месяцев в колонии поселения между адамов и тереховом ставится знак равенства причем последнему светит реальный срок вот они истинные плоды абсолютного равенства пред законом я открыто и честно заявляю в россии началась кампания по преследованию политического инакомыслия причем в нее вовлечены как прокурорские чиновники так и вся судебная машина в целом в стране где президент клянется в приверженности демократическим ценностям появился особый слой заключенных под названием политические власть имущие затеяли опасную игру с предсказуемым результатом когда-то это уже было в истории россии чиновники судьи следователи и прокуроры послушайте добрый совет внимательно изучайте историю нашего отечества иногда это бывает крайне полезно а пока научитесь уважать и исполнять собственную конституцию знать и не вступать в противоречие с международно правовыми документами подписанными и ратифицированными российскими законодателями чтобы потом не было мучительно больно и стыдно от ощущения что кто-то в темную использовал ваше честное имя в своих неблаговидных целях в ближайшее время россия испытает на себе тяжелейший удар мощного экономического кризиса который в короткое время неизбежно приведет к кризису политическому устоит ли государство после таких тяжелых испытаний не знаю но свято верю в возрождение российской державы в силе и славе да будет так боже спаси россию евгений смирнов царь а гриппа почитаю себя счастливым что сегодня могу защищаться пред тобой во всем в чем обвиняют меня иудеи но получив помощь от бога я до сегодня стою свидетельствуя малому и великому ничего не говоря кроме того о чем пророки и моисей говорили что это будет то есть что христос имел пострадать и восстав первый из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам о кризисе кричат показывают пишут как лопаются банки заводы на замке кто виноват зачем об этом много тише не не раскошелиться на бедность жидомасон закхей а кризис не в деньгах во времени в любви тех составляющих основу нашей жизни не проворонить миг успеть его словить о дефиците святости скорбя успеть помыслить в любой критический вселенский недобор к обманутым несчастным одиноким бедным всем черепа расколет раскольников топор любовь за штат ушла уже почти бессредно при избытке зла безбожья атеизма на подозрительности к смерти строят мост без веры в бога цель преступно низко когда не помнят вовсе что воскрес Христос критической отметки достигает всеобщее неверие глаголом иеговы пророки обезножили не двигая ногами на благовестия столетия епископ не подкован решительный исход не пройден эпикриз наступит перепад не постыдит надежда невозмутимый шатиль среди остатка брызг от оговорок вымыслов путь к царствию прорежен на недоверии к библейским изречениям опустошение устроила демон дьявол на лжи тогда подстроена поповское прощение не зря же столько лет на библию он лаял кризис не в политике а в пустоте голов не занятых исследованием божьих изречений всю волчью сущность пастырей описывал крылов юродствуют с мощами и на воротах чертят на преизбытке верный закрепиться на камни дом сооружает прочный не верьте изуверам таким как коммунисты на кризисах страшилках по вере ставим точку 16 ноября 2008 год Игнатий Лапкин кризис 3 м 2 1 и 2 2 3